Бро, мы, короче, решили с Маринка в Питер переехать. Ха, чё, всё-таки кидаешь меня? Ну, знаешь, Куза придёт на моё место, да, ему повезёт поработать самим мастером. Здравствуйте, я тату хочу набить, у вас есть свободное время? Парень, а тебе лет-то сколько? 15. Нет, извини, мы не можем без родителей. Вот приходи с родителями, а мы тебе хоть чё набьём. Мне везде отказывают, мне очень надо. Ой, вот смотри, допустим, ты заходишь к себе какого-то супермена, да, или там какую-то другую херю. Вот, потом придут твои родители, да, и устроят здесь концерт. Вот это кому надо? Нет, не придут они. Ай, все вот так говорите. Давай, постой, а чё набить-то хочешь? Нет их больше, хочу набить. Ай, извини, пацан, но реально не можно. Слушай, а ты рисовать умеешь? Чуть-чуть, но мне очень нравится. А давай я тебя научу бить татухи, а в будущем можешь сам себе набьёшь. Да, и работать с нами останешься. Да, спасибо. Вместо меня, похоже, да? Тебе как звать? Саня. Беди стул, садись. Ну смотри, работа сложная. Жень, я так рада, что ты согласился. Да ладно, я ж знаю, насколько для тебя это важно. Мама с папой давно хотят с тобой познакомиться. Ну вот сейчас и познакомимся. Жень, а почему ты со своими родителями не общаешься? Знаешь, у меня с ними тяжёлое детство было. Я в 18 лет из дома ушёл. С тех пор они общаемся, 6 лет прошло. И я уже не помню из-за чего. Ну обидно, родители ж всё-таки. Да ладно, не будем о грустном. Тем более мы уже пришли. Ну да, они нас ждут уже. Проходи на кухню, они уже за столом. Мам, пап, вы что тут делаете? Жень, Жень, стой. Что ты, Жень, 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 да подождите, Женя! Жень, стой. Женя, Жень, да подожди. Что, что, прикольнуться решила? Плохой прикол, понятно? Да я не прикалываю, Жень, я просто хотела. Что хотела? Я пришёл знакомиться с твоими родителями. Жень, да нет у меня родителей. Я поэтому так беспокоюсь за тебя. Пойми, тебе нельзя с ними не общаться. Они ведь слава на тебя не держат. Ну, вы, видимо, уже знакомы. Это моя девушка Аделина. Сынок. Карин, прикинь, мне бывшая только что позвонила. Я не договорил. Я её нахуй послал. Я тогда вызову клининг. А я тебе психиатра. Спасибо. Я приготовил тебе завтрак в постель. Спасибо. Карин, смотри. Я сложил все вещи. И даже носки. Круто. Смотри, я отписался от всех тёлок. Здорово. Смотри, я починил кран и помыл всю посуду. Офигеть. Это всё неспроста. Он точно сделает мне предложение. Милая, сегодня был прекрасный день? Да, конечно. А помнишь, ты говорила, что уйдёшь в один прекрасный день? Для луны игра, нет у вас, но не для нас, но не для нас. Да, блин. Да, милый? Милая, а где у нас масло стоит? А, масло? Смотри, там мультиварка. Над мультиваркой шкаф, там масло. Блин. Что? Блин, как я забыла тебе сказать, где масло? Ага. Слушай, а машинку поможешь включить? Справа от унитаза дверь. Ого, нифига ты её заныкала. Справа от машины порошок. Разни его и насыпь в левый отсек. Нажимай кнопку старт и всё. Всё. Я скоро буду. Я вообще-то с мужем разговариваю. Принесла? Принесла. Нереальная просто. Просто нереальная. Ну быстро сюда бабки из кассы. Ты что, не поняла? Бабки сюда. Кис, смотри, тут берёшь один шампунь, второй в подарок. Давай возьмём. Ты что тут делаешь? Кис, ну давай возьмём. Ты что, тупая, иди отсюда. Пап, пап, ещё чипсы. Ты что, больная? Ты хотя бы ребёнка с матерью оставить могла? Ага, с мамой оставить. У вас ни туалетной бумаги, ни порошка нет, ни тряпки на кухне нормальной. Мам, я же сказала, в чёрном. Да как ты вообще с ним живёшь? Да он дебил. А я тебе говорила. Ты что, ненормальный что ли все? Да пошёл ты в жопу. Сцена, пойдём. Мам, пошли. Грабец, собирайтесь, а то мы закрываемся скоро. Да пошло бы к чёрту всё. Супер, супер, гуд, я нормально, супер. Всё чисто. Отлично, ты почти на месте. Есть, это завчатка. Сможешь обезвредить? Попробую. Тут два провода, синий и красный. Режу красный. Мм, понятно. Что не так? Нет, ничего. Ну я ведь слышу, что-то не так. Ну просто я думала, это наше общее дело, и решение мы принимаем вместе. Блин, ты серьёзно? Окей, какой провод ты хотела бы перерезать? Ох, только не надо делать вид, что тебе не всё равно. Ты же сама только что хотела вместе принять решение. Не надо мне твоих одолжений. Да какого х**а? У меня тут х**а бомба, блин, не до выяснения отношений. Пи***ц. Прости меня, Карина. За что ты просишь прощения? За то, что повысил на тебя голос. И матерился. И матерился. Ладно, прощай. Хорошо, я сейчас перережу синий провод. Нет. Блин, как нет? Ты же только что хотела, чтобы я сделал по-твоему. Я хотела красный, просто я хотела, чтобы это было наше общее решение. Хорошо, я сейчас перережу красный провод. Подожди, может быть синий? Мы же договорились на красный. Да, но я просто подумала, что я на тебя давлю, а ты на самом деле хочешь синий. Какого х**а я изначально хотел красный провод, зачем ты все это говоришь? Я просто хочу ясность, я хочу понимать, что мое мнение для тебя важно, а я для тебя не пустое место. Карина, я запер, и все, что знаю в своей жизни, это какой провод нужно резать? Нах** мне твое мнение. Тебе просто для меня наплевать. Да ты заеб... Блин, ты можешь хотя бы во время ролевых игр не делать мне мозг. Ты думаешь только о себе, нам обоим должно быть хорошо, гребаный ты эгоист. Ребят, а можно я уже пойду? Люби меня, люби. Добрые дела, сейчас мы этим и займемся, поехали. Да, брата, настоящая. Куда подписываешься? В Ершовку. Ершовка, жди в чат. Хорошего дня. Еще один мощный Отмечил отмечу Побраться быстрее Знаешь, чисто так сразу Легче становится Легче